Боже, будь милостив ко мне грешным, Создав ими Господи, помилуй ими, Бесчиславе согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину, блажите Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, Счастнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим. Безысление Бога, Слово Рожише, Сущую, Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и вовеки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради Пречистой Твоей, Матери, Силы Честного Житворящего Креста, Святых Ангелов наших, Хранителей, всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благослови, и си человеколюбец. Аминь. Божья милость, уводи мне грешному, создав имя Господи, и помилуй меня. Безчиславе согрешил Господи, прости меня грешного, и помилуй. Святый Божий, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и вовеки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наших святых, посети исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и вовеки веков, аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава веки, аминь. Аминь. Став после снам, преподаем к стопам Твоим благи. Ангельскую песню возглашаем Тебе, сильный. Свят, свят, свят Ты, Божий. Молитвуем, Богородица, аминь. Молитвуем, Богородица, аминь. И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придет судья. Деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полность. Свят, свят, свят Ты, Божий. Молитвуем, Богородица, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Став после снам, благодарю Тебя, святая Троица, что повелика Твоя милость и долготерпение. Ты, Божий. Не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычной Твоей человеколюбие. И поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твоем, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою ставы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшей имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припойдем к Христу Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припойдем к Самому Христу Царю и Богу нашему. Псалом 88. Милости Твои, Господи, буду петь вечной, в род и рода возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему, навек утвержу семя Твое, в род и роду строю престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог великан сонми святых, страшен для всех окружающих Его. Господи, Божий сил! Кто силен, как Ты, Господи? Истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны Его, Ты укращаешь их. Ты не зложил Раава, как пораженного. Крепкой мышцей Твоей рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля. Вселенную, что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил. Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят перед лицом Твоим. Блажен народ, знающий трудный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. А имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся. Ибо Ты украшение силы их и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал, я оказал помощь мужественному. Вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя приводит с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. Истина моя и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его и на реки десницу его. Он будет звать меня, Ты отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего. Я сделаю его первенцем, превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой, и не будут ходить по заповедям боим, если нарушат уставы мои, повеления моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их, и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду. Семя его пребудет вечный, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в разваленные крепости его, расхищает его все проходящее путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск, и престол его поверх на землю, сократил внеюность его и покрыл его стыдом. Да коли, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь, вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиной Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем и от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, Господи! Как бесславят следы помазанника Твоего! Благословен Господь вовек! Аминь! Аминь! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и вовеки веков! Аминь! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делала чего доброго перед Тобой. Избавь меня зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждения, открыть мой недостойный устав, и восхвалить Святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и вовеки веков! Аминь! Аминь! Встал от сна, и посреди ночи, и ношу Тебе песни спаси, и преподая к стопам, то и взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься до Мною добровольно распявшихся. Скоро подними меня, обеспеченно лежащего, и спаси меня, стоящего при Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день Христия Божия, и спаси меня. Владыка, человек колючий, встал после сна, и спешу к Тебе, и помилосерю Твою, и принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец и Источник, и Податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосерию Ты дал мне работу Ему в прошедшее время и для ночи привести без напасти и всякого рерского зла. Ты сам, Владыка Творец Всего Сущего, удостой мне присвятия Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю Божия, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущих, озирающих долг земли, наблюдающих сердца и помыслы, ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешение наше, совершенное нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовая войти с Него в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость, видящих несказанную красоту в лице Твоем, ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступит меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнили Бога никаким грехом и молись за меня как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгонит меня ничтожно, несчастно, рабатывая, уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хуже, помышления, несчастное моего сердца, помолченную маму его. Погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слав. Избавь меня от многих любительных воспоминаний, намерений, и собори от всякого злого воздействия, ибо Ты благословена от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога святые угодники Божии Ольга, Анатолий, Виталий, Екатерина, Игнатий, Марина, Надежда, Олег, Роман, Сергий, Татьяна, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод с чрева Твоего, ибо Ты родила от Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, и сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подай им Твои земные небесные блага. Не лиши милости Твоих, просити их, укрепи силы Твои, дары им здравия, спаси их души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Упокое, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, и прости все грехи вольные и невольные, дары им Царствия Небесные. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву, и Пречистой Твоей Матери, преподобно богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых я смиренно молю Тебя, которых предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи им благочестиво и добротельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравия душевно и телесно, успех в трудах, избавших от хитрых кознень дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помоли Твоего Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихо-престанит Твоего Вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодолели Тебя с единородным Твоим Сыном и затворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божь наш, воззри на детей наших. Не смешни на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твое благоразумие, чтобы они скоро уразумели и разводили изучаемые предметы и потребили их на благо Твоей Церкви на пользу ближнего своего спасения. Потому что Ты источник прямых сетей славы возносим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Молитесь, Игорь Михайлович. Спасибо, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Засиму, Алипия, Андрея, Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриархи Кирилла, Венедикта Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, митрополита Тихона, и весь священнический, и иноческий чин, и высшие и истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и наендающих священника, если угодно тебе, смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, сохрани их от покушения на них. Благослови Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас снись, это мирное время, Господи, приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Аллилуйя. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в этот день сохраняй от всякого зла, искушения. И благослови наш выезд отсюда, и здесь все сохрани и защити. Защити от пожара, от воров, от нечистой силы место сие и селения наши, живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, обрати, дай веру ему. Людмилу, любовь, Владимира, Владимира, Алексея и Иосифа, прищедобрые жители, рожденных свыше, знающих тебя с детьми. И сохрани школу, спаси, помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никитовича, да их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Олепкину. И всех побуди на благовестие, найди новые души. Посей, помилуй, Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Катерину, Екатерину, Галину, Ездру, Рахиль, Александра, 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 Сергея, Сергея, Ты их всех знаешь, Господи, благослови их. И возри на угрозы врагов. Не дай исполниться их злым намерением. И в судный день не помяни их безумия. И примири их с нами. Максима, Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея, Михаила. Аллилуйя. И отступников найди. Николая, Михаила, Александра, Юлия. Ты их знаешь, Господи. Посети благодетели наших воздаем добром. Елену, Людмилу, Неанилу, Юрию, Светлану, Надежду, Эдуардову, Евгению, Наталью. Аллилуйя. Путешествующих, в православную веру. Благослови, Господи, Виталия, Никиту. И даруй всем духовное рождение свыше. Посети болящих, Владыка. И дай силы перенести безропотно страдания. И пошли мы исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Константина, Алексея, Надежда, Татьяна, 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 Валентина, 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 Марию, Анну, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Ибо по Твоему благоволению все может оказаться на пользу душ наших. Аллилуйя. Сохрани наши сокровища в интернете. И книги здесь и в пути. И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гавриловна. Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Сергея. Виталия, Вячеслава, Дмитрия, Артур. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. И нас помилуй, Милости Твоя ради. Воздай добром всем, кто помогает нам там быть и распространять благую весть. Слава Тебе, Боже, за сие место. Защити его, дабы чуждо не могли и приблизиться к нему. По Твоей милости я имею это место, уголок, где можем склоняться и славить Твое святое имя. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова. Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савовов. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышний Богу и на земле мир в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Воздай в вечности милости всем, трудившись над моей душой и над ее возрастанием к Тебе. Мария, Степана, Александра, Михаила, Анна. Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева, Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай вечности всем, помогавшим нам в путешествии нашим. Павла, Зинаиду, Владимира, Надежду, Людмилу, Дмитрия, Сергея. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя за эту ночь и за всю жизнь. Столько лет Ты хранил меня, защищал. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, житель бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару жилье Сергею говорил. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Да будет благословен наш выезд и возвращение. Благослови наши труды, да будут они приняты Тобою, как благобонная жертва. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Изекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застав нас неготовыми. Но чтобы выше на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры, и сосудами полными илея добрых дел, соделанных Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, всенебесные силы, престолу Божию и предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, даруют Господь нам жажду исследовать и жить по Священному Писанию, ибо через них мы думаем и жить в вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликармс, Минский, Устин, философ, Космаид, Дамиян, Андрей, Стротилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемен, сорок святых мучеников, царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зберия Антихриста. Вениамину, Анфиму, дай веру, старшие родители за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые сыны, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Еву, Сергий Радонский, Степан Перстский, Серафим Саровский, Антобольский, Иоанн Кроштадский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысле реченков разруши в ничто преврати и обрати их к вере святой и истинной православной. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла первомущеница, Фатина Самарянина Феврония, Вера Надежда Любой, Матер Софии, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепитуя, Татьяна Ирина, Ольга Ирина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна Устина, молите Бога о нас, да дарует Господь женам и девам, послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, и обрати, Господи, украти непокоривость, Галина Семейства Ее, Евгений, Надежда, Надежда, Светлана, Мария Рисовна, Людмила и Иоанна, и прими нашу молитву, воздяня рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом, благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле, Боже, всемогущий Создатель наш, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий Отец Небесный, ради голговских страданий Сына Твоего, Иисуса Христа Единородного, помилуй нас и прими нашу молитву и исполни ее о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, помилуй и сохрани для Царствия Твоего, Аллилуйя, Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. 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 Получит книги, пока без денег. Он послал, говорит, дескать, а не было, и поэтому я-то уезжаю, и все на этом. Ну так, доверить Господу. Пожалуйста, возьми там, какие тебе там коробки там у меня возьмешь, или рюкзаки. Сегодня бы отправить, если можно. Почтам-то, главпочтам-то, работает без выходных. Так, у всех прошу прощения. Кого там обидел, соблазн подал, мало ли чего тут. И прошу всех помолиться, чтобы у нас по воле Божией было. Я... Бог прощит. Да. Вот, все это, везде стараюсь сэкономить. Сейчас вот выезжаю, уже договариваться с бульдозером, где нынче опрокинулась там прицеп и обратно. Это мне примерно потребуется, примерно, около 200 тысяч рублей. Приблизительно так, я накидываю все, и большой объем работ, и дорога, чтобы была работа. Ну, то есть, я буду опять на прудах. И вот, кто желает из вас приехать, побыть с ребятишками, желательно, пишите. По скайпу разговаривать я уже не смогу. Это очень дорого. Можно. Есть связь-то, но я не выхожу. Только заплатят. Маленько льготные, ночью, с часу до семи. Я в это время стараюсь. Так и ничего не делаю, только замки снимаю. Не накачиваю, не закачиваю, не выкачиваю. Не ставлю. Ну, что сделаешь, что ли? И тут выключить нельзя. Раньше я выключал. Ага. Выключать нельзя, только здесь. Ну, там пойдут, вроде бы, заблокируют на четыре месяца. Вопросы ко мне. А то я пойду сейчас там книги откладывать. Сергей Павлович, пожалуйста, ты у меня остался главный, потому что Татьяна болеет. И отвези. Сегодня же все как надо сделать. И телефон обязательно на посылке написать где-то. Обязательно. Потому что бывает, что-то не так сделали, а по телефону они его найдут. По телефону. Где же, какой штат и все. Вопрос. Вот сегодня вы разговаривали. Я следил за вашей перепиской. Все время я его выставляю. События дня. Все дни, когда вы тут были, все записано. Я прошу, сегодня последний раз на молитве и последний раз занятия вчера были. Отложить. Потому что с материалами идет. Материал этот и должен я забирать, смотреть. Дальше уже сами будете образовать. Мы говорили об этом. И видите послушание. Так. Вопросы ко мне какие? Вы тоже говорите прекратите, тоже говорите сами образовывайте. Ну вот мы самообразовались, зачем нам прекращать? Можно молиться так же, выставлять. Правильно. Каждый сам. Каждый сам молится. Но все уходят в отпуск летом. Я говорю и прислушайся. Мы всегда так делали. Летом не было. Большее желание будет. Вот смотрите, вот эта миква омовения женщин. Никогда не придумаешь, что есть. Какой мужчина к женщине лезет, когда Писание говорит, что во время месячных лезет смерть ему. А в Израиле она каждая начинается у ней месячная. Ее проверяет. Конец. Она там миг купается, там что делает. И полицейские осматривают их. Это вообще как строго любят евреи закон. Мусульмане. У русских ничего нет, и поэтому ничего и нет. И она, говорит, приходит домой, когда они как будто первый раз свидетельствуются с нею. Вот как все это обдумано было. Ну, представь, молодые люди, и вдруг доступа до жены не было там сколько, ни день, ни два, а больше. И вот так все это устроено. Так, вопросы? А то я сейчас уйду заниматься книгами. Тут мне... Словите нашу эту группу на моление. Зачем расходиться? Мы никто не уезжаем в отпуск. Оставь. Я еще раз говорю, вы разъехались по санаториям по-разному. Оставить. Сегодня... Никто не разъехался, мы все здесь. Кто разъехался, кто разъехался. Я не уезжаю никуда. Благословляйте нас в утренние молитвы совместные. Вы увидели, как надо... Вы увидели, как надо молиться. Теперь все пусть приложат силы образовать какие-то группы такие, и осенью их приведут. Сделайте последнее занятие. Я об этом молился. Пожалуйста. Ничего не будет. Все знают, как молиться. Все. Самостоятельно начинают пусть молиться. А дальше уйдут и нет. А тут рядом с чего-то можно помочь. Они же не молились до этого? Молились. А теперь знают. Они все это увидели, что считается. Если случится иногда, иногда, может быть, один раз проспал или что-то, не убивайтесь. Помолитесь нашей десятипоклонной молитвой, если опаздываете где-то. А потом выберите момент уголок и помолитесь. Я благословляю вас закончить сегодняшним днем. Помогайте. Виталий, кто есть, узнавайте. Виталий хорошо помогает. Вот это, Виталий, берешь там стихотворение, где Виктор напевал, которое и сам как-то украшаешь, показываешь. Пузатый легион стоит. И здорово получилось. И вот тоже стихами заняться надо. Стихи насчитывать. Я тебе дал общее количество и этот занялся сейчас вопросами и ответами. Вячеслав. У нас несметное сокровище. Примерно две с половиной тысячи часов у меня не распакованные лежат еще, не оцифрованные. Это мое интервью, беседы с Глебом Якуниным. Очень известный человек, священник. Как он вернулся из заключения, мы почти одновременно были освобождены. У меня много-много материала еще. Кое-что спрятали, закопанное. Ну, попорченное, конечно, но все равно слышно. Но это, может, никогда и не будет. Я говорю просто, чтобы знали. У меня приходили здесь центральные музеи исторические. Брали письма, кое-что переплетенное отдал. Музеи на дом приходили, каждый день у меня сидели. Вот тщательно, уголок на полсице миллиметра загнутый и уже пишут. Где-то маленько смазал ручки, так и пишут. Такой-то лист, так-то, так-то начинается, первые слова и чем заканчиваются. И они лежат в археологическом или какой-то музее, главный музей Алтайского края. Приходили два работника каждый день. Значит, что-то они в этом находят. У меня пистолярное, то есть, письма писать наследие огромное. Только осталось после того, как сожгли, еще 77 томов по 650 страниц. Это Господь так позволяет, чтобы все было. отправить сегодня мои книги. Ну, а остальное вы знаете. Писать можно, но что писать-то, все знаете. В осени собираетесь. Поставьте задачу образовать группы прямо с завтрашнего дня, а то и с сегодняшнего. Знакомьтесь, давайте ссылки на наш этот, все ресурсы я сейчас скину внизу, и вы его себе скопируете. Там все сказано, сказано на английском языке, на русском. Я прямо, как только закончится, и я скину. Все тогда, с Богом. У меня запись идет, продолжает. Я ухожу, а запись идет. Во сколько приехать-то? Ну, во сколько приехать-то? Если бы ты приехал еще тут грузить, Андрей приедет без 20, это, 20 минут седьмого. Андрей приедет. Значит, к этому времени желательно уже быть здесь. У меня там кошки, сейчас пойду все разбазарить надо. Голубей тут. Не забывай, как я наказывал. Валера, был ты в три дня, через три дня каждому, чтобы голуби не пропали. Там много молодняка, я вчера заснял все. Это полезное дело. Значит, что? 20 минут седьмого. Я пойду ворота открывать. Жду хлебушек с Богом. С Богом. С Богом. Храни Господь. Аллилуйя. Приезжайте на крещение, кто хотел, седьмого июля. Помоги вам, Господи, в ваших мудах. Аллилуйя. С Богом. Понедельника 4.40 совместная молитва будет. Желающие молиться, пожалуйста, милости прошу. Так, Сергей Павлович, ты слышишь меня? Алло. Я не понял. Он вышел, но я записываю. Если он не вышел и начитывает после этого из книги к истинному православию, если не будете молиться, мало ли что, то уже ничего оттуда не брать. Заканчивай тем, что поговорили и все. Потому что мне нужны записи чистые. А если будете записывать, ну, в общем, так, я сказал свое. Говори. Алло. Да. Здравствуйте. На скрывающем мы приехали. Вот это да. Сейчас выхожу. Ну, дает. Понедельник. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok